Валерия Чернованова. Попала или любовь тирана? Глава первая. Поначалу всё шло нормально, и я решила искупаться в чудо-водичке. А оказалась в меру прохладной, чистой, почти прозрачной и, на первый взгляд, совершенно обычной. Глубокой речкой не была, и это радовало. Плавала я так себе. Где-то в густой листве пели птицы. Их звонкие трели наполняли сердце восторгом, а осознание, что я всё-таки справилась, достигло финиша, вызывало на лице улыбку. Широкую, абсолютно счастливую. Всё было отлично, и ничто не предвещало подвоха. Я в волшебном источнике, на груди кулон с душой тёзки. Пусть отмывается скорее и ныряет в своё тело. А мне домой пора. И так загостилась в этом мире. Пора Даниэле Ласкиной стать собой. Подумав так, погрузилась с головой. Зажмурилась, настроилась, и вдруг поняла, что не чувствую дна под ногами. Его просто не было. Зато возникло ощущение, что некая сила тянет меня вниз. Всё глубже и глубже. А я, беспомощная, захлебываюсь водой, и чем сильнее сопротивляюсь, тем яростнее меня засасывает. Мамочки. Так жутко мне никогда не было. Даже когда попала в другой мир и чужое тело, не испытывала такой паники. Вода обжигала лёгкие, мутными кляксами расплывалась перед глазами, ранила губы, опаляла кожу, будто её с меня сдирали. Никому не пожелаю такой боли, даже своей тёзке. Не знаю, сколько это длилось, и когда закончилось, просто в какой-то момент почувствовала под ногами песок и царапающий ступни мелкий камень. Из последних сил, оттолкнувшись одна, рванулась навстречу размытому свечению, а вынырнув, не сразу поняла, что на небе разгораются первые звёзды. На небе синим куполом, накрывшим срединные земли. «Не сработало», — прошептала убита. Носом обиженно шмыгнула, губу расстроенно закусила и чуть не завопила, когда в нескольких сантиметрах от меня проплыло моё тело. Ну, то есть не моё, а Даниэлы. «Я что, умерла?» «А-а-а!» К счастью, завопила я только в мыслях, с губ сорвались лишь невнятные хрипы. Отплевавшись от воды и несколько раз резко вдохнув, решила, что уж больно я живая для призрака. Неужели духом тоже бывает так паршиво? Меня мутило, знобило, во рту ощущался гнилостный привкус. Или я стала трупом, или... Скользнула взглядом по тусклой глади и тихонько застонала. Источник с заданием справился, соединил разорванное. Молодец, чего уж. Вот уж только... Не гора отправилась к Магомеду. Читай, я к телу. А Магомед перенёсся к горе, то есть тело ко мне. Сюда, в мир тирана. Кажется, я снова попала. Не веря в реальность происходящего, лихорадочно себя ощупала, с каждой секундой всё больше убеждаясь, что я это я, Даниэла Ласкина. Грудь моя, попа тоже. Немного похудевшая, но ничего, откормим. Руки мои и родинки. И волосы светлые, густые и пушистые. Всё такое знакомое и любимое. Я стала собой, а она... Даниэла. Перестав ощупывать себя и, как ненормальная пялиться в речную гладь, бросилась к проплывшей мимо маркизе. Даниэла. Схватила её, жадно вгляделась в бледное, словно мраморное лицо. Ударила по щеке. Ничего. Никакой реакции. Эй, леди, давай присыпайся. Хватит тут прохлаждаться. Но ни пощечина, ни хорошая встряска не принесли результата. То ли фонтальма была без сознания, то ли её душа так и осталась в кулоне. Непонятно почему. В сердцевине тёмно-зелёного камня по-прежнему проскальзывали золотые искры. Они то гасли, то снова прорезали купол крошечными вспышками. Даниэла, вечно ты усложняешь мне жизнь. В сердцах пожаловалась и потащила её на берег. Порядком продрогнув, мечтала поскорее одеться. Как же хорошо, что оставила одежду на берегу. А во что вырядится моя тёзка, это уже её проблемы. Кто первым очнулся, того и шмотки. С горем пополам, вытащив её величество на берег, казалось, леди весит центнер, продолжила приводить её в чувство. Ну же, приходи в себя. Будет лучше, если мы уберёмся отсюда, пока окончательно не стемнело. Даниэла. Никакой реакции. Отвесив фонтальм, ещё одну пощечину едва не зарычала. Наверное, так бы и сделала. Отвела душу, отхлистав по щекам, если бы в тот момент не дрогнула земля. Что на этот раз? Землетрясение? Конец света? Берег под нами снова завибрировал, затрясся. И почему-то вдруг стало ясно, что это ни то, ни другое. Что там говорила Эсфа? Источник находится на границе территории Накаи и Великанов? Кажется, настало время познакомиться с первым местным аборигеном. Чёрт бы тебя побрал, ведьма, скорее приходи в себя. Даниэла не подавала признаков жизни, а гигант был уже близко, поняла по тому, как затряслись верхушки деревьев. Их будто раздвигали огромными ручищами. Времени возиться с королевой больше не было. Сама виновата. Попенела фонтальмы, схватив вещи, юркнула в ближайшие кусты. Едва не зашипела от боли, почувствовав, как ветки царапают мокрую кожу, а мелкие колючки впиваются во всё, во что только можно. Вот тебе и девственная и безмятежная природа. Со стороны красивая, а на самом деле опасная, ядовитая. Листья, осыпавшиеся с пышных крон, словно лепестками росы, стелили гиганту дорогу к берегу ручья. Назвать это существо по-другому у меня язык не повернулся бы. Ростом с трёхэтажку, если не выше, оно на несколько мгновений заслонило с собой звёздное небо. Не сдержавшись, я в ужасе пискнула и, чтобы больше ни один звук не прорвался наружу, впилась зубами в ворох одежды. Меня колотило. Великан выглядел ужасно, в том смысле, что смотреть на него было очень страшно. Одно лицо чего стоило. Мясистые надбровные дуги, крупный нос с хищно-раздувающимися ноздрями, широкий бесформенный рот, в котором скрывались кривые зубы, растопыренные уши. На мощном теле, покрытом густой порослью, висели грязные ошмётки ткани. Одеждой их даже с большой натяжкой не назовёшь. В общем, внешность парня, а может и мужика, возраст не разобрать, впечатляла. Крупный, грузный, жуткий. Гигант ужасал, но и закрыть глаза, чтобы больше его не видеть я не могла. Сидела, сжавшись в комок, и напряжённо следила за каждым его шагом. Вдруг почует, заметит. Не уверена, что переживу это знакомство. Что же касается Даниэлы? К моему ужасу, её гигант заметил, и, издав утробное урчение, тяжело опустился перед фонтальм на колени. Снова дрогнула земля, а у меня затряслись поджилки, сердце и всё, что вообще способно содрогаться в человеческом теле. Ужасная ситуация. Одна голая девица на берегу без сознания, другая, тоже голая, дрожит от страха в кустах. Если бы знала, чем закончится путешествие по срединным землям, осталось бы сидеть в четырёх стенах. «Умм?» Это прозвучало уже вопросительно и несколько растерянно. Сосредоточенно почесав спутанную шевелюру, громила подался к реке, зачерпнул ручищей воду и принялся жадно пить. Так продолжалось минуту или две, и я даже понадеялась, что гигант забыл про смирно лежащее рядом тело. Сейчас напьётся и уберётся во свои оси или куда он там направлялся. Лишь бы от меня подальше. Но убираться он не спешил, как и забывать о королевском теле. Утолив жажды, великан снова переключился на свою находку. Принялся заинтересованно рассматривать, как нечто очень занятное или забавное, пока наконец не издал ни то довольное, ни то радостное «У-у-у-у». У меня волосы на голове чуть не зашевелились, когда он подсунул руку под тело Даниэла и будто пушинку поднял. Фанталем как раз поместилось у него в ладонях, и в тот момент я поняла, что чувствуют в присутствии людей феи. Абсолютную беспомощность перед нами, чудовищами. Сейчас такой беспомощной феей была Даниэла. Наверное, даже лучше, что не очнулась. Нервы целее будут. «У-у-у-у». Уже совсем счастливо протянул великан и собирался подняться на ноги, когда его взгляд переместился с ногой Девы на что-то совсем для него крошечное, едва заметное. Семейную реликву Виллибора. Когда эта дубина, стояросовая, зацепила двумя пальцами подарок северянина, я чуть не взвыла от досады. Понравилась, видите ли, блестяшка. Поднеся к глазам артефакт, он удовлетворенно причмокнул губами и сунул его в карман, напоминавший неряшливо пришпандоренную заплатку. Оглядевшись по сторонам, но так больше ничего интересного не обнаружив, к счастью, гигант поднялся, снова на миг заслонив своей нечесанной башкой небо и не спеша зашагал обратно к деревьям. С артефактом и Даниэлой. Плохой, плохой великан. Стряхнув с себя оцепенение, в совершенно растрепанных чувствах я выбралась из кустов. Быстро оделась. Кожу соднила от царапин, но на это внимания не обращала. В голове, как пчелы в ульи, роились вопросы. Что делать? Как дальше быть? Куда нестись? Сейчас, оглядываясь по сторонам, я не могла с уверенностью сказать, откуда пришла, но точно не имела понятия, куда идти. Был бы со мной клубок, поспешила бы обратно к завесе. Ну или переночевала бы где-нибудь, а потом поспешила. Но клубка не было, как и Даниэлы. Я, конечно, при всем желании не смогла бы тащить ее на себе, но и оставить в лапах гиганта. Зачем она ему? Что собрался с ней делать? От мыслей, что приходили на ум, в страхе сжималось сердце. Не стоило ее жалеть, но не она же притащила меня в этот мир, и я так и не узнала, что с ней случилось, что явилось причиной появления в ее душе тьмы. В том, что фантальм не святая, сомневаться не приходится, но и винить ее во всех смертных грехах тоже неправильно. Как и бросать на произвол судьбы. К тому же нужно вернуть артефакт. Самостоятельно отыскать завесу нет никакого шанса. Я с детства страдала топографическим кретинизмом, даже гугл-карты не всегда спасали. А здесь вам не дом на незнакомой улице отыскать. Не придумав ничего лучшего, поспешила за гигантом, отчаянно уповая, что не совершаю очередное безрассудство. Потерять великана из виду было непросто. Внушительная фигура темной грудой маячила перед глазами. Я то бежала, чтобы не отстать, то замедляла шаг, а иногда из-за деревья отскакивала, когда бессовестный похититель королев из золотых ниток вдруг резко останавливался и осматривался. Пару раз он коварно оборачивался, и тогда мое сердце падало в пятки. Да и сама я в такие моменты мечтала куда-нибудь провалиться. Казалось, он почувствовал, услышал. Но нет. Внимательно оглядевшись, великан продолжил идти по лесу, раздвигая, а иногда и ломая ветви деревьев. «Что я делаю? Что делаю?» шептала одними губами, следуя за кошмарным созданием, и с каждой секундой все больше убеждаюсь, что я ненормальная. У меня ведь и магии теперь нет, вся в фонтальм осталась. Ни отбиться, ни защититься не сумею, но и без магнавигатора бродить по срединным землям тоже опасно. Интересно, у этого представителя сказочного мира семья большая, боюсь, знакомства с его родней мои нервы уже не выдержат. Когда мы вышли на поляну, поросшую высокой травой и дикими цветами, небо стало чернильно-синим, и звезды светили так ярко, что никакого фонарика не надо. Я прекрасно видела и сутулую фигуру гиганта, и шалаш, к которому он направлялся. Вернее, это для великана строение, крошечная лачуга, а для меня, исключительно по размерам, могло запросто сойти за дворец Редфрита. Не к ночи, будь помянут, благоверный. Как он там, интересно? Уже обнаружил, что я исчезла? Отругав себя за лишние мысли о лишнем в моей жизни величестве, продолжила следить за великаном. На несколько минут он скрылся в своих хоромах, и я уже собиралась храбро подобраться ближе. Но тут виновник моих волнений и незапланированного приключения выбрался наружу. Без Даниэлы. Снова осмотрелся, зачем-то принюхался, отчего я вся затряслась. От этой дрожи зачесалось сначала плечо, а за ним лопатка, шея, бок, пятая точка. Ммм, так-то лучше. Пока я скребла себя тут-ту-ту-там и продумывала план кражи того, что Громила украл у меня, сам Громила зря времени не терял. Быстро разжег костер, целое кострище, после чего приторочил на высоких деревянных столбах обтесанный кол с подвешенным к нему котелком, котелищем. Выселся рядом на землю и принялся мечом чистить тыквы. Большие, спелые, красивые. Чистил аккуратно, едва ли не филигранно, срезая тонкую, закручивающуюся спиралью кожицу, после чего бросал их в котел. Пространство наполнилось низкими гортанными звуками, великан запел, и мне захотелось заткнуть уши. Вскоре от огня ему стало жарко, стянул с себя тряпку, лишь отдаленно похожую на жилет, зашвырнул ее в шалаш. Я чуть от счастья не умерла. Гиб-гиб, ура! Осталось незаметно проникнуть внутрь, чтобы порыться в карманах одежки и дело в шляпе. Что же касается Даниэлы, ладно, сориентируюсь на месте и решу, что с ней делать. Стараясь двигаться тихо, осторожно пробиралась к жилищу любителя тыкв, не сводя с его затылка напряженного взгляда. Приостановилась, чтобы снова почесаться. Да что за ерунда такая? И задержала дыхание, заметив, что гигант тоже вдруг застыл. Несколько секунд он сидел неподвижно, больше не развлекая себя воем песней, а я уже прощалась с жизнью. Проникнув к земле, зажмурилась, не способная больше это вынести, и только спустя, кажется, вечность поняла, что поляну снова наполняет монотонное пение. «Пой, миленький, пой, не останавливайся и ни на что не отвлекайся». Дальше уже бежала, нервов не осталось, чтобы медленно красться. Оказавшись в шалаше, облегченно выдохнула, раздраженно повела плечами, злясь на то, что тело продолжает чесаться, и лихорадочно осмотрелась. Обстановка была аскетичной, и это еще мягко сказано. В дальнем углу темнел ворох какой-то ветоши, судя по всему, имитация спального места. Напротив импровизированной кровати бесформенной грудой лежала разномастная утварь, а чуть в стороне возвышалась горка самых разных предметов, начиная от рыцарских доспехов и заканчивая колесом от кареты. По-видимому, этот малый, если так можно выразиться, был тем еще барахольщиком и коллекционером. Надеюсь, не успел забросить в кучу семейную реликвию Ярова, и она по-прежнему находится в кармане заплатки. Я быстрее посидею, чем отыщу в этом бардаке крошечный клубок ниток. Переведя взгляд левее, обомлела. Среди прочих продуктов на горке из кучунов капусты, как поломанная кукла валялась Даниэла. Под боком у нее пристроилась лиситушка. Далее в творческом беспорядке была разбросана разная пушная живность, крупная и мелкая. Одно ее объединяло. Звери больше не дышали. Нет, он точно не вегетарианец. Теперь понятно, зачем гиганту понадобилось фанталем. Суп из королевы? Чуй своим зудящим местом не видать ретриту наследников. Не теряя времени, бросилась к лохмотям великана. Страх исчез, уступив место какому-то ненормальному охотничьему азарту. Готова была горы свернуть, и не расположившийся неподалеку от шатра гигант, ни непрекращающаяся чесотка не могли сбить меня с боевого настроя. Все найдем, всех спасем. Забравшись в карман безразмерного жилета, который этот гурман носил на голое тело, и стараясь не дышать, стирать одежду он не привык, начала рыскать в поисках артефакта. Ну же, клубочек, давай. Катись ко мне, милый, чтобы мы с тобой могли смыться отсюда, заодно прихватив ее величество. Это теоретически. Как тащить Даниэлу на своем горбу, не представляла, равно как и не имела понятия, есть ли смысл. Вдруг она совсем мертвая, и ей самое место в похлебке. Усадившись подобной крамолы, продолжила поиски, в какой-то момент поймав себя на том, что зуда не чувствую. Все прошло, чесаться нисколько не хотелось. Определенно, жизнь налаживается. А я, кажется, немного пьяная. Это, да нельзя. Странная мысль посетила меня внезапно и тут же выветрилась из не совсем ясного сознания. Что оно не совсем ясное, ощутила, едва не запутавшись в ногах. С трудом одержала равновесие и победоносно вскрикнула, заметив, как что-то тускло блеснуло в темном вонючем углу. Подарок Ярва. Продолжая путаться в ногах и мыслях, бросилась к артефакту, подобрала и трепетно прижала к груди. Наверное, и расцеловала бы, но вовремя вспомнила, где он все это время валялся. Пора выбираться. Из кармана, из шалаша и средиземья. Извините, девочки-феи, но мне больше нравится в триалисе. Отбежав подальше от дурно пахнущей тряпки, жадно глотнула ртом относительно свежий воздух. Клубок спрятала в сумку, снова пошатнулась. Должно быть, тело с душой никак не подружится после долгой разлуки. И на нетвердых ногах отправилась к великанему деликатесу. Даниэла, если не хочешь стать ужином, приходи в себя и уберемся отсюда. И не говори, что источник оказался бракованным. Если уж он мое тело сумел перетянуть в этот мир, то запихнуть в твои формы твою же тухлую душонку ему расплюнуть. Ик. Неожиданно икнув, прижала руки к рту. Поморгала, тряхнула головой и снова удивленно икнула, когда прямо на моих глазах гора овощей и мяса вдруг увеличилась в количестве. Теперь передо мной маячили две голых Даниэлы, и какую из них вытаскивать из этой антисанитарии я не представляла. Даниэла позвала неуверенно, уже ни на что особо не надеясь, и в следующую секунду услышала голос. Но ни Фантальма, ни Великана, голос доносился снаружи. Заинтересованная происходящим, но отнюдь не напуганная, не перестаю себе удивляться, побежала, то и дело спотыкаясь к выходу. В нашей земле проник чужак. Ты кого-нибудь видел? Допрашивала Великана Накайи. За стороны они смотрелись, как слоны Моська, огромный сутулый Дитина и мелкая, по сравнению с ним, крылатая девица. Хотя, если поставить ее рядом со мной, дикая была ростом с высокого мужика. Вот, хотя бы моего бывшего мужа-короля, такая же широкая, в плечах и весьма мускулистая. Этакая амазонка местного разлива. Позади нее стояли еще двое, представители сильного пола с чешуей вместо кожи. Сразу видны воины. По крайней мере, выправка отменная и присущая солдатам бесстрастное выражение лиц. В ответ на вопрос амазонки Великан промычал что-то неразборчивое. Кхарни, в Римне. Продолжая пытливо на него смотреть, сказала крылатая и сделала шаг навстречу, отчего гигант, сгорбившись еще сильнее, уменьшился в размерах. Боится он ее, невооруженным глазом видно. И мне, по идее, тоже надо бояться, а что-то совсем не страшно. След чужака привел нас к тебе. Если ты убил его, наказывать не стану. Но если оставил в живых и спрятал. Поверь, Кхар, такая игрушка может быть очень опасна. И это я-то могу быть опасна. Да чья бы корова мычала. Вы себя в зеркале видели? У одних клыки до когтя, у другого палец весит больше, чем я после новогоднего застолья. И это вы тут, госпожа Накай, с копьями и мечами, а у меня из личных вещей только сумка с яблоком, парой перстеньков да артефактом. Да и вообще, как вы гостей встречаете? Одну в котел к тыквам, другую убить готова, вместо того, чтобы приютить, обогреть, накормить. Только не моей тезкой. Есть, сразу говорю, не стану. И вам не советую. Вкус у фантальм явно будет специфическим, так сказать, на любителя. И что вы на меня смотрите, будто я говорю на ломаном французском. Я местный язык хорошо знаю, уже почти месяц на нем изъясняюсь и... А ведь они и правда смотрят. Кажется, я немысленно возмущалась, а вслух им нотации читала. Еще и руками размахивала, как какая-нибудь итальянка, вместо того, чтобы молчать в тряпочку и где-нибудь прятаться. Но я не пряталась. И сама не поняла, как оказалось возле диких. Вот еще секунду назад в шалаше стояла, а теперь тут, под звездами, права качаю. Впрочем, не буду вам мешать. Вы ведь с Гхаром общались. Продолжайте, продолжайте. Я не голодна и обогревать меня не надо, так что до свидания. Успела развернуться и даже шагнула по направлению к деревьям. Деревья стали последним, что увидела, прежде чем почувствовала жуткое, леденящее душу прикосновение когтей к шее и различила едва уловимое шипение. А потом на меня обрушилось беспросветное черное небо среди земья.